Репрезентант старой школы Мастеров не делал точного рисунка, иногда пользовался карандашом, углом, иногда даже просто разведенной краской И сразу делал небольшой приблизительный рисунок В отличие от его коленных школы, Ван Гог в нем не было в конечном схеме, а он был в штате, он был в конечном схеме, или в коленых цветах В чем заключалась идея его рисунка? только лишь создание композиций как те предметы которые он видит гармонирует между собой на выбранном формате. Поэтому рисунок он всегда начинался с таких не очень ярких, очень приблизительных линий которые можно в любой момент поправить и справить вместе корректировать. Что еще насыщает картину дополнительные детали. То есть нужно отдать до узнать, что вот Van Gogh был представитель той школы, который не насыщал картину большим количеством объектов. То есть он обходился минималистическими какими-то моментами. Van Gogh был представителем такой технике, в которой он не был изображен с картинками, но это было всегда минимально. Так что, в определенной форме, в определенной форме, в определенной форме, в определенной форме. Мы думаем, что это белый, а так же будет. Главное, чтобы присутствовать тон неба. Не фет, но только, чтобы тон был. Гармонил. У нас есть цветное, цветное небо, цветное земли. И еще есть земли. Футбол. Эрде. 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 потому что он плоскостью разбил где у него тень где свет и теперь есть такая краска она была любима практически всеми почему она была любима особенно любителями французской школы при добавлении этой краски сочетанием с утрамарина картина сразу насыщалась солнцем поэтому, почему это так, потому что все французские художники это используют, потому что если вы используете эту краску с белым цветом, с неба, то есть этот солнечный тон обычный художник, например, голландский живописец вот этот тон отрасывается в тень голландский живописец бы естественно сделал бы тень прибавил бы несколько тонов к тонну земли и положил бы сюда тень облом и на то время, на то время живописец это было что делает, что делает Ван Гог что делает Ван Гог? что делает Ван Гог? Ван Гог берет и насыщает теньевую часть светом что делает Ван Гог? он филит эту шаттен-сайту с формой то есть вот 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 Картинка была до появления вот этих мазков, агрессивных, картина была тихая. То теперь, при появлении этих мазков, глядя на картину, у вас создается впечатление, что здесь еще светит солнце, но уже надвигается гроза. И в поддержании этой темы, художник начинает делать более темные участки, то есть более контрастные, более контрастные детали. Да. Да. Иногда, если картина успевается написаться быстро, во всяком случае Van Gogh, то даже он белый фон иногда даже оставлял, не закрашивал. То же обратите, пожалуйста, внимание, когда будете в музеях. Если вы будете это помнить, например, возьмите с собой, когда будете идти в музей, возьмите с собой лист белой бумаги, образец. И просто будете подходить к холсту, например, я вижу белый цвет, берете белой лист бумаги, подносите к холсту и обратите внимание, насколько вы ошиблись, что цвет не белый. И если вы можете в музеях, то, что это за пример, возьмите с собой, возьмите с собой лист белый цвет, и вы увидите, что это не белый цвет. Просто человеческий глаз, неподготовленный человеческий глаз, он воспринимает любой светлый цвет, как белый. И, как бы, это не то, что не хорошо, не плохо, просто человеческий мозг так устроит, неподготовленный. Сначала мы сделали скетчик, рисунок, поднимаясь. После этого разбили на цветовые пятна, после этого начали поиск цветовой гармонии и начали поиск нашего отношения к тому, что мы видим. Первым мы рисуем, потом изображаем на цветов, потом изображаем на цветов, потом изображаем на цветов. И вот смотрите, вот... Добавил субтитры Алексею Дубровскому. 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 Таким образом, что можно плакать, чтобы можно плакать и плакать.